Продолжение следует... Брошены все силы. В Беларуси из-за непогоды в 2022-м пострадало более 78 тысяч гектаров леса. В этом году планируется высадить около 3 миллионов. Как восстанавливают зеленые массивы. Грязная вода. На трех городских пляжах запрещено купаться. Могут происходить заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом. Когда снимут ограничения. А также сильная армия, молочный лидер и мокрый прогноз. В Беларуси на среду объявлен оранжевый уровень опасности из-за дождей. Стоит ли ждать потепления? Люди в погонах. Президент выступил на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Они особая надежда государства. Поэтому социальную поддержку военных и силового блока усилят в следующем году. Такое заявление сделал Александр Лукашенко. Современные вызовы обязывают объективно оценивать обстановку и противостоять им. Меняется не только мир, меняются способы ведения боевых действий. Век высоких технологий, зачастую именно интеллект, становится главным оружием. Причем острый ум, достоинство не только офицеров, но и солдат и сержантов. Политика нашего государства, направленная на поддержку человека в погонах, модернизацию вооруженных сил, главного гаранта суверенитета независимости Беларуси, была и остается неизменной. Напомню, что все наши успехи в военном строительстве дались непросто. 25 лет назад о профессии военного шло много кривотолков. Многие из вас в то время еще не носили погоны. Тогда в так называемой либеральной прессе всерьез обсуждали вопрос, зачем нам вообще армия? А празднование Дня Победы и приведение парадов, продвинутые в кавычках журналисты называли победобесием. Но все чуждое нашему народу не приживается и уходит. Профессия офицера сегодня почетна и уважаема. Остаются и сохраняются истинные ценности, вера, долг перед своим народом, служба во благо Отечества. Сегодня президент вручил выпускникам военных вузов и высшему офицерскому составу благодарности, а также были присвоены очередные воинские звания и обратил внимание. От качества их работы в нынешнее непростое время зависит спокойная жизнь белорусов и стабильность в обществе. В воду не заходим. На трех городских пляжах запрещено купаться. На центральном территории санатория имени Ленина плавать никому нельзя. В зоне отдыха на шестом микрорайоне только детям. Всему вину кишечная палочка, которую обнаружили специалисты. При попадании данной воды в организм детей, в организм взрослых, могут происходить заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом. У людей могут появляться недомогания, головная боль, понос, аргота. Поэтому мы рекомендуем на ограниченных, приостановленных, на запрещенных пляжах все-таки не купаться. Пробы воды специалисты берут каждую неделю, чтобы держать под контролем ситуацию на водоемах. Хотя погода пока не радует, многие все равно отправляются на пляжи, чтобы отдых прошел без ЧП, избегать алкоголя и приглядывать из-за детьми. Резервные дни, завышение цен и современная лаборатория. В Беларуси появится центр вирусологии. Для чего он нужен? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси к концу года появится центр вирусологии. К его созданию подтолкнула пандемия коронавируса. Прототип вакцины от COVID-19 в республике разработан. В будущем планируется создать препараты и от других заболеваний. Это будет полностью изолированная лаборатория с герметичными помещениями, обеззараживанием воздуха и сточных вод. Никаких утечек здесь быть не может. Беларусь вышла в лидеры молочной промышленности ЕАЭС. В целом же производство продукции в отечественных хозяйствах всех категорий в первой половине 2022 составило почти 7 миллиардов рублей. Тем временем Евразийский экономический союз продолжает наращивать показатели. Взаимные поставки сельхозтоваров выросли без малого на 2%. Стартовали резервные дни для сдачи ЦТ. Впереди еще 14 и 16 июля. Шансом могут воспользоваться абитуриенты, которые не смогли это сделать в основные даты по уважительной причине. В этом году их более тысячи. Написать тесты можно по всем предметам на базе 6 вузов. Сертификаты главной стадии можно получать с 14 числа, а те, кто пишет в дополнительное время, с 21. Комитет госконтроля установил нарушение ценообразования в каждом пятом проверенном с начала года магазине. Деятельность 21 приостановлена. Среди замечаний также несоблюдение ассортиментного перечня и санитарных норм. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены 260 человек. 36 субъектов хозяйствования оштрафованы на сумму 14,5 миллионов рублей. В Беларуси на среду снова объявлен оранжевый уровень опасности из-за дождей. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Ожидается облачность с прояснениями, в отдельных районах возможны грозы. Столбик термометра ночью опустится до плюс 10, днем не поднимется выше плюс 23. В четверг станет чуть спокойнее и лишь к концу недели в республике немного потеплеет. Экскурсия на производство. Промышленный туризм набирает популярность в Беларуси. Бобруйск в авангарде. Своими руками приготовить зефир, узнать секрет резьбы по дереву и увидеть самую большую в мире шину. Все это предлагают предприятия города. О новых форматах и подходах к делу расскажет Карина Угревич. Гастрономически, спортивно и культурно, и медицински. Наша страна активно развивает все возможные виды туризма. Тренд последнего времени промышленный. У Бобруйска в этом направлении большие возможности. Продукция местных предприятий известна по всему миру. Например, как создается мебель под брендом «Фандок». На заводе готовы показать весь процесс переработки. От свежесрубленного дерева до уже готовой продукции. Фрезерно-гравировальный центр фактически заменяет ручную резку. Конструктор продумывает рисунок, задает программу мастер. Аппарат создает шедевр. От классического панно «Доминажница». Экскурсия по желанию туристической группы может выйти далеко за рамки цеха. Предприятие без проблем организует выезд на лесосеки, чтобы показать заготовку с помощью харвестеров. А историю завода расскажет музей. Главные экспонаты в нем – архивные снимки работников, без которых сегодняшний успех был бы невозможен. «Фандок» поставляет продукцию в более чем 20 стран мира – Россию, Азербайджан, Иран, Турцию, Польшу. Стоимость услуги будет зависеть от того, что захотят видеть наши гости. То есть на первоначальном этапе мы ведем переговоры с руководителем группы и обсуждаем. То есть это вплоть до того, что даже организация питания для наших гостей. Это уже «Красный пищевик» – еще одно место притяжения туристов. Здесь расскажут и покажут, как создаются всемирно известные зефиры и мармелады. Отдельный пункт в программе – дегустация. Записываться нужно минимум за пять дней. Состав группы – от 10 до 15 человек. Длительность экскурсии – один час. Есть также уникальная возможность самому принять участие в изготовлении зефира в шоколаде. Плюс после окончания экскурсии участники тоже получают сладкий подарок. Производство зефира и мармелада – это уникальное производство. На территории Республики Беларусь больше нет возможности где-то это увидеть. Мы всех приглашаем к нам на экскурсии, чтобы посмотреть, поучаствовать непосредственно в процессе и получить очень большое удовольствие. Проходят экскурсии по вторникам и четвергам, за исключением июля, когда фабрика уходит на плановый ремонт. Вся подробная информация на официальном сайте. Ждут любознательных туристов и на Белшине. Предприятие удивляет масштабами производства и продукции. Самая большая в мире шина – переработка резины, музей с детальным макетом промгиганта. Такое можно увидеть лишь раз в жизни и только в Бобруйске. Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Последствия бурелома. Беларусь из-за непогоды в 2022-м пострадала более 78 тысяч гектаров леса. В этом году ураган три раза прошелся по стране. Объем поврежденных деревьев уже приблизился к отметке в 4 миллиона кубометров. Всю тяжесть последствий на себя ощутила и Могилевская область. Сейчас специалисты активно разрабатывают ветровально-буреломную древесину. Стянуты силы более 80 лесхозов со всей республики. А это 3000 человек. Стоит задача до 1 сентября убрать все насаждения. Работы должны быть завершены к началу ноября. Затем в течение двух лет будут созданы новые зеленые массивы, в том числе и в Бобруйске. В этом году планируется высадить около 3 миллионов штук сеянцев и саженцев. Это основные лесообразующие породы наши, такие как сосна, ель, дуб, береза, ольха. Все эти сеянцы выращены на нашем лесном питомнике. Напомним, только январский ураган повалил больше половины месячной нормы от плановой вырубки. В Бобруйске пострадало 365 гектаров. По поручению президента порядок тогда навели в кратчайшие сроки. Следом на устранение последствий майского ветра в Беларуси были брошены 1500 единиц техники. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА